Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Раиль, и вы попали на мой музыкальный блог. Сегодня у нас рубрика «Пара фраз от Раиля». В этой рубрике я отвечаю на ваши вопросы, которые вы оставляете в описании под видео. И именно сейчас вы можете под этим видео написать свой любой вопрос относительно моего творчества, моих действий, про меня. Ну, задавайте всё, что хотите, в описании под видео, и я на следующем выпуске, восьмом, уже отвечу на ваши вопросы. Пришло время отвечать на вопросы из шестого выпуска «Пара фраз от Раиля». И давайте приступим! Начнём с первого вопроса. Первый вопрос звучал так от Коха Ченнел. Не знаешь, какой эффект на звук накладывает Келли, чтобы он получался более студийным? Ну, на него я сразу там же ответил, потому что это был один из первых вопросов. Я написал, что, может быть, это эффект чорус, или хорус, правильно сказать. Да, этот эффект я изредка использую. Он такой более... Если, например, у меня звучит одна гитара на видео, то поставив этот эффект, как бы разлив струн, что ли, происходит от этого эффекта, что кажется, что две гитары звучит. Но я его использую очень-очень редко, чтобы не портить звук, и он чтобы был настоящим. Вот. Поэтому Коха. Можешь попробовать этот эффект. Хорус. Он делает такой более студийный звук. Многие его используют. Но давайте скажу ещё, какие вообще я использую эффекты в программе Sony Vegas Pro 12. Именно в этой программе я работаю уже с самого начала, ничего не менял. Только в этом начинал и продолжаю. Там я использую, как сказал, эффект хорус, эффект ревер, когда эхо чуть-чуть добавляется. Ну, например, если у меня в комнате вообще пустой звук, голый, когда я играю. Хочу, например, в таких грустных песнях, как Nine Crimes, добавить эхо, более объёмный звук, чтобы был плакучий, плакучесть, такой эффект создать. Я добавляю ревер. И, конечно же, что я ещё использую? Вроде бы всё, вот эти два эффекта я так, более-менее не использую, а остальные даже не рассматриваю. Ну, да, эквалайзером чуть-чуть иногда работаю, там, басовость гитары чуть-чуть поднимаю. Ну, потому что вот если я тупо на камеру запишу кавер, то он, ну, звучит так, не басово. А сами знаете, что людей что цепляет? Бас и ударка. Вот когда их нету, не такой сильный эффект происходит. Ладно, дальше поехали. Второй вопрос от Талант КЗ. Казахстан или Казань подразумевается под этими буквами, не знаю. Будут ли какие-нибудь уроки по вокалу, спрашивает он меня. Я планировал сделать уроки по вокалу и, думаю, в будущем буду делать. Но до этого, как я уже говорил, выпущу сначала ролик, урок точнее, по технике совмещения гитары и вокала. То есть, как одновременно петь и играть на гитаре, обязательно сделаю. Я уже говорил сто раз, извините, что не было возможности записать. Обязательно сделаю. И насчет вокалов, я, конечно, не профессиональный вокалист, как вы знаете, и учился петь сам тоже. Само пошло. Люблю вот прийти домой и поорать хорошенько. Нравится. Выплеск происходит. А то в консерватории сидишь там, тихонечко, из себя культурного человека строишь, играешь. Это все копится. А домой приходишь и хочется покричать. Ну к чему это? Я не вокалист, поэтому фиг знает, как более правильно объяснить вот эти процессы вокальные, чтобы вы поняли и им смогли спеть. Ну, может быть, я посмотрю всякие уроки, там, подчерплю, подчерпну немножко знаний об этом, о вокале вообще. И, возможно, даже сниму про это уроки. Но больше буду опираться на вокал и на гитаре. Все. Дальше. Следующий вопрос это... Симус Финиган. Финиджан. Финиган. Вроде так. Можно ли купить синтезатор за 3000-5000 рублей? Ну, надеюсь, рублей. Что могу сказать о синтезаторах? Я не человек, который так часто играет на фортепиано, на синтезаторе. Я вообще не клавишник в плане фортепиано. Могу сказать только одно, что у компании Casio, которая занимается выпуском синтезаторов и фортепиано, есть огромная линейка инструментов синтезаторов в широком диапазоне. То есть вы можете найти за 3000 или 5000 рублей синтезатор, но это будет детский синтезатор, на котором звук будет такой же плюшевый. Ну, для учебы можете все-таки найти, но... Поэтому, Симус, тебе лучше подкопить денежек побольше, хотя бы там 14 тысяч, самый минимум, чтобы более-менее синтезатор хороший прикупить. Не знаю, для чего он тебе нужен, можешь отписаться под шестым выпуском, чтобы объяснить мне. Может, я посмотрю информацию. Вот, помните, у меня ролик есть с кавером на женщина? Женщина, я не танцую. Там я играл на плюшевом синтезаторе, который мне подарили бабушка и дедушка много-много лет назад, когда я еще был маленький. Вот там очень плюшевый синтезатор, можешь Симас послушать. Вот таким образом будет звучать детский синтезатор. Я его вроде... Я его говорю, мне его купили, наверное, по тогдашним меркам за тысяч три, не знаю. Сейчас уж, наверное, дороже стоит. Вот. Еще есть самый первый ролик, точнее, один из самых первых на моем канале. Можете послушать, с чего началось все. Да, первый ролик у меня был на синтезаторе. Ну, говорю первый, потому что он единственный остался на моем канале, потому что еще были другие ролики до этого, но я их уже удалил, к сожалению. Очень жалею, что удалил. Можете посмотреть самый первый ролик. Так, Симас, можешь купить плюшевый, но не советую. Лучше подкопить и играть на хорошем. Дальше. Следующий вопрос Руслан Ладыпов задает. Ты планируешь делать папури на песни, такие как 25 песен за 8 минут? Ну, много папурешек я уже сделал, Руслан. Ну, папури это всегда такая очень интересная тема, потому что за счет папури можно набрать большое количество просмотров. и муторное в то же время, потому что нужно все соединять, это все песни, переходы делать. Ну, всегда у меня желание есть такое сделать папури. Вот недавно сделал папури на 30 лучших песен группы Звери, можете посмотреть. Вот наподобие этого также хочу на одного артиста или на одну группу также сделать папури. Ну, например, на песни Егора Криида, может. Да? Или на песни Нервы. Такая мысль была, но там уже у Нервов все посложнее, потому что тональности разные, риффы есть. Это уже более-менее такая инструментально-вокальная жанрика. Следующий вопрос от Максима Удовенко. Если правильно прочитал. Как ты убираешь свою тень с хромакея? Очень видна тень. Вот я несколько дней назад приобрел хромакей, но еще не снимал видео. Освещения у меня нету. Какое посоветуешь? И последний вопрос. Через какую программу обрабатываешь звук и какие эффекты применяешь? Ну, на последние вопросы, Максим, я уже ответил. Работаю только в программе Sony Vegas Pro. Очень всегда хотел перейти на программу Adobe Premiere или Adobe After Effects. After Effects. Или Effects. В общем, не суть. Там потому что можно делать всякие 3D-картинки, но, как понимаете, мне пока не нужны никакие 3D-изображения. Я же играю, вам показываю, зачем мне это все. Все как есть. Вот камера Canon стоит. На него звук пишу, закидываю в программу Sony Vegas Pro. Там, если надо, поставлю ревер чуть-чуть, чтобы эхо было, красиво звучали всякие грустные песни, такие медленные. Что я делаю с картинкой, с изображением? Могу чуть-чуть, конечно, там, светлость поменять. Бывает, когда не было у меня этих прожитаров, я снимал, где попал, и там освещение бывало плохое. Но я всегда стараюсь искать для вас, ребята, хорошее освещение. Вот когда плохое освещение, я потом в Sony Vegas Pro всякими программами осветляю. Например, вот этим эффектом я пользуюсь, чтобы высветлить. И использую Color Controller. Вроде так. Там я чуть-чуть прибавляю насыщенность картинки. В общем, все, больше ничего не использую. Хотя раньше в первых роликах очень парился над этим вопросом. Там, что-то вставлял другие эффекты. Не знаю, это все ерунда. Контрастность. Зачем портить картинку? Пусть естественно будет. Если уж темно, вот тогда только высветляет. Еще использую вот этот, в этом эффекте Color Controller цвет чуть-чуть меняю. То есть у меня бывает иногда от простых лампочек домашних, от них же желтый свет идет, и всякая картинка желтая неприятно смотреть. Поэтому я чуть-чуть ее охлаждаю. Там синие тона впускаю. Тоже в этой программе, не в программе, а в этом эффекте можете посмотреть, как это делать. Следующий вопрос от... А нет, 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 нет. Первый вопрос от Максима. Как ты убираешь свои тени с хромакея? Хромакея приобрел недавно, как я уже говорил, видео снял. Поэтому ничего еще по этой теме толком не знаю. Сначала я попробовал веб-прожектор поставить по краям. Вот эти тени у меня начали расползаться туда и сюда. Но я понял, что так не очень-то красиво. Начал приближать эти два хромакея. И вот сейчас они очень близко друг к другу стоят. И тень моя не очень сильно расходится сзади, как вы заметили. Вот таким образом, если только избавиться от тени. А если хочешь, Максим, побольше об этом узнать, прогугли или в Яндексе поищи информацию. Там очень много фотографов пишут по этому поводу заметки. Вот что еще очень важно. Нужно от хромакея сидеть на 2-3 метра подальше. Но я не могу, потому что квартира очень маленькая. Поэтому жертвую таким вот случаем. Но ты можешь сесть на 2-3 метра подальше. Это уже дает плюс эффект. И помимо освещения себя, тебе нужно еще осветить хромакея. Ну, тут поставить какие-нибудь прожекторы, чтобы уже целиком белый свет поглотил эти тени. Вообще их что-то не появлялось. Сложный вопрос, нужно об этом думать. Давай, приобрел хромакей, говоришь, что собираешься снимать. Пиши в комментариях. Да, с освещением нужно поработать. И мне тоже. Я пока в этом вопросе не очень опытный. Андрей Малафеев. Раиль, пожалуйста, сними видеоразбор. Егор Крит. Будильник. Сегодня 8 января, ребята. Я только что вот загрузил кавер на будильник. Переходим и смотрим. Скоро будет на него разбор. Не упустите, ребята. Следующий вопрос от Виктора Шухариева. По поводу Демина Дамьяна Райса. Мог бы разобрать Кэнон Белл Акустика? Спасибо. Да, у Дамьяна Райса очень красивые песни. Конечно, я могу разобрать Кэнон Белл, но в очереди пока другие песни. И такой большой востребованности в этой песне пока у народа нет. Если бы мне писали, писали, и я бы посмотрел, насколько эта песня популярна, я бы на нее сделал. Но она не очень популярна, скажем так. Ну, прям не супер же бомба, не хит. Поэтому пока не буду делать, извиняюсь. Но если будут запросы, обязательно сделаю. Если еще пару людей спросят, сделаю. Артем Завойкин. Следующий вопрос. Сколько лет ты играешь на гитаре и на каких музыкальных инструментах умеешь играть? Сколько лет играю? Так. Восемь лет меня отнесли в музыкальную школу. Значится, мне сейчас 20 лет. Ну, скоро будет 21, через месяц. Ну, значится, я 12-13 лет играю на музыкальных инструментах. На гитаре я играю лет 7. Да. Но сначала начал учиться на баяне в музыкальной школе. 5 лет там проучился на баяне. Кое-как. Очень сильно хотел бросить на третьем курсе. На третьем классе. Да. Потом в художественную школу ходил. Его закончил, когда его там последний год учился. Начал ходить на гитару, опять-таки, музыкальную школу. Ну, до того, как я пошел в музыкальную школу, сам купил гитару и начал в домашних условиях обучаться. И все благодаря группе «Чаев», «Оранжевое настроение», этой одной песне. Благодаря этой песне я просто захотел взять гитару с губной гармошкой и начать играть и петь. Ну, с этого все пошло. Я там сам пытался петь. На каких музыкальных инструментах играю? Ну, как знаете, гитарочка, баян мой основной инструмент, на губной гармошке. И в оркестре я сижу на ударных инструментах. Еще, когда в музыкальной школе учился, я в духовом оркестре тоже играл на ударной установке. Так, не супер профессионально, но хорошо, что есть чувство ритма. Вот и все. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Следующий вопрос. Григорий Аксенов. Расскажи немного про свои гитары, какие у тебя сейчас. Какие были раньше, какая тебе нравится больше? Хе-хей! Вопрос такой интересный. Гитар у меня было, сейчас скажу, раз, два, три, четыре. Четыре гитары своих было. Две гитары, из которых сейчас у меня даже здесь. Вот она, гитара. Мартинес. Фак 603. ЦЕК. И ИБАНЕС ПФ-15ЕЦ. Вот ИБАНЕС гитара. Больше всего мне нравится. Очень люблю эту гитару. Звучит просто великолепно. Ну, по крайней мере, она дороже всех из моих гитар. Поэтому и звучит, наверное, лучше. Ну, у неё такой приятный, объёмный звук. Мне нравится эта гитара. Она как раз со звукоснимателем. На ней можно играть на концертах. Кроме этих двух гитар, ну, это классическая гитара. Как видите, у неё широкий гриф, нейлоновые струны. Её я скоро буду продавать. Если хотите, можете приобрести. Это тоже так. Электроклассическая гитара будет, потому что она тоже подключается. До этого у меня была чёрная гитара Адамс, которую я продал. Она во всех практически моих начальных роликах была. И до Адамса была классическая гитара. Такая плюшевая, можно сказать, потому что ижевского производства. Гитара называется Тим. На неё я записывал кавер Корей Глаза. Можете посмотреть. В будущем хочу приобрести гитару у компании Мартин. Очень понравилась эта гитара, потому что записывался я на студии у Миши Маджельевского в Казани. Записывал свою песню «Когда я счастлив». Там я исполнял партию акустики именно на гитаре Мартин. Очень понравился звук такой, бафферный. Эти гитары Мартиновские не очень популярны, но зато самые лучшие, на мой взгляд. Ладно, поехали дальше. Надеюсь, ответил на вопрос. Павел Лунёв. Арильный. С чего ты начинал свои видео и трудно было тебе в первые времена? Арильный. Может, и Раиль хотел написать. С чего начинал свои видео? Ну, играл на баяне я. Очень захотелось. Я думал, тогда интернет это, ооо, такое пространство там. Себя покажу, блин. Столько людей увидят. Ну, понравилась эта идея. Поделиться с людьми своими видосами, своей игрой на баяне. Записал игру на баяне и залил в мейл. Я тогда в мейле что-то крутился там же. Он тогда был популярным. Мейл туда залил. Там люди смотрели. Ну, приятно было. Я думал, вот начну сейчас такую карьеру. Не могу передать эти ощущения, которые я тогда испытывал. Ну, такое ощущение было, как будто какую-то идею нашел. Снимать, делиться с людьми. Свою доминантность потешить, можно сказать. Трудно было ли? Да, конечно. Мой основной канал за 6 лет набрал всего лишь 18 тысяч подписчиков. А сколько видосов я там выпустил? Ну, очень обидно. А вот второй канал Хижин Музыканта всего лишь за год. Ровно год прошел с января по январь. Он уже догнал основной канал, где 16 тысяч подписчиков. Очень обидно, ребята, что так стараешься, снимаешь, и отдачи практически никакой. Очень медленно растет канал. Развитие на ютубе очень сложно, если нет опыта. Поэтому, если хочешь начать, все-таки нужно заранее что-то уникальное придумать, Павел. Очень трудный процесс это. Дальше. Радик Махмутов. У меня такой вопрос, почему ты будешь делать разбор на те песни, на которые уже есть разбор. Например, Будильник Крит. Это не значит, что... Если, например, ты, Радик, предлагаешь песню, но на нее уже есть разбор, это не значит, что я... Что есть разбор, и все, больше на нее я уже не буду делать разбор. Просто в данный момент у меня в очереди другие песни, но любую песню, на которую уже сделан разбор, можно сделать по-другому разбор. Все песни, которые я исполняю, ребята, они же отличаются от тех вариантов, которые исполняют другие. То есть, любую песню я могу исполнить по-своему, и поэтому на любую песню я могу сделать разбор и поделиться своим видом исполнения этой песни. Вот. Но когда вы предлагаете, я спрашиваю, есть ли на нее разбор, потому что, если есть, то вы можете уже выучить. Но если вы прям спросите, Раиль, я хочу твой вариант этой песни послушать, тогда я бы сделаю. Но еще вопрос популярности тоже есть. Если песня не очень популярная, то просто так я ее вряд ли сделаю. Но хотя индивидуально могу. Вот пишите ВКонтакте, я за небольшую цену вам индивидуально могу снять разбор целиком. Вот. Поэтому любую песню, даже на которой уже сделан разбор, я могу разобрать. И разберу его по-своему, своим вариантом, своими ударами, боями. Поэтому вот сложный такой вопрос. И раз ты говоришь разобрать ту или иную песню, а я говорю, уже есть ли разбор на него, я спрашиваю, почему, чтобы не обидно было, ну, если есть разбор, ты можешь учить ее. А у меня в очереди пока другие песни, более важные значатся, раз я не берусь сразу за разбор. Все ваши предложения пишите в группе ВКонтакте по разборам, в описании под видео. Я их все просматриваю, беру на заметку, интересные записываю. Ничто просто так не уходит. И так, предпоследний вопрос, кажется, как будут продвигаться уроки по губной гармонике? Очень хороший вопрос. В январе продолжу уроки по игре на губной гармошке, только чуть-чуть, вот, паузу пережду. Обязательно продолжу. А, как будут продвигаться уроки по губной гармонике, задавал вопрос Евгений Авдонин. Спасибо за вопрос. Будут уроки. И последний, не вопрос даже, а комментарий от Сергея Васильева. Подушечка, чтобы жопке было не больно. Повеселил. Да, немножко юмора тоже не помешает. На этом, ребята, вопросы закончились. Свои вопросы задавайте в описании под этим, выпуском, седьмым. Я на него обязательно отвечу. Спасибо большое за внимание. Не забываем подписываться на мой музыкальный блог, где я буду делиться с вами интересными каверами, разборами, своими песнями и буду отвечать на ваши вопросы. Много-много рубрик уже есть, над которыми нужно работать. Давайте вместе развиваться. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok